В 2011 году у фермерского хозяйства ЗАО «Глухова» появился новый собственник, который начал его возрождать. За это время увеличилось дойное стадо с 250 до 330 голов. Сейчас общее поголовье скота более 900. Вот этот город ремонтировали в прошлом году своими силами, что ЗАО само заработало. Так поменяли здесь оборудование, стоиловое привязь, водопоение, молокопровод поставили, облегчили, так сказать, труд доярок. Из восьми доярок осталось четыре, потому что еще одну ферму открыли, туда перешли. Обслуживание было 25 голов, а сейчас уже 50 на каждую доярку. Вот так потихоньку, помаленьку, думаю, что восстановим все. Молоко хозяйство поставляет на Торжовский молочный комбинат «Тверца». С его руководством губернатор обсудил расширение производственной базы. Поддерживать сельхозпроизводители, стабилизируя закупочную цену, можно сохранить жизнь на селе. В то же время она зависит и от социальной инфраструктуры, в том числе медицины. Более трех тысяч жителей здесь обслуживает Мошковская участковая больница. К работе врачи подходят со смекалкой. Для профилактического осмотра малышей организован отдельный вход. У нас есть профдень, когда мамочки со здоровыми детьми, они же должны осматриваться с определенной периодичностью. И вот они тогда приходят. Патронаж. Патронаж. И чтобы они не столкнулись случайно с заболевшими. Еще один пункт поездки – социальный приют для детей и подростков. Здесь оказываются ребята, как правило, из асоциальных семей, а также те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Старшие учатся в школе, а для развития малышей созданы все условия в приюте. А у тебя что? Я тебе больше скажу. Боевая машина десанта. На ней десантник. Привет. Серега. Серега. Не, не, туда и ту. О, молодец. Многие дети после реабилитации возвращаются в родные семьи. Кто-то обретает приемных родителей. Но есть и те, кто не хочет покидать этот дом из-за сложной обстановки в кругу своей семьи. Охране детей, воспитываемых в асоциальных семьях, будет посвящено отдельное совещание. К сожалению, потребность в этом существует на сегодняшний день. От нее мы будем уходить, стараться, но не завтра. И потому нам важно сохранить детей, дать им возможность жить в нормальных условиях, получать образование, получать дополнительное образование в послеурочное время. Вот это будет отдельная тема, которую я увезу из Тожокского района на Дома-Остра для всех районов, для нашей области. Среди других тем поездки – газификация. На особом внимании региональной власти – грузинское сельское поселение. Там находится значимый социальный объект – психоневрологический интернат, где проживают более 300 человек. Продолжение следует...